В Ненецком округе продолжается призывная кампания. Она продлится до конца декабря. Еще одна группа местных ребят отправилась к месту несения службы. На ближайший год домом для 26 новобранцев станет новая земля. Все подробности у Людмилы Сидейской. Хорошее настроение, есть желание служить. Сергей Шиляев – один из 26 новобранцев. И, как признается молодой человек, служба на новой земле его не пугает. Ведь главное – отслужить и отдать долг родине. Ну а после поступить и получить высшее образование. Тем более Сергей уже определился с будущей профессией. Учился, так надо сходить в армию, чтобы потом больше возможностей было куда-либо устроиться. Пока еще под вопросом, но планирую закончить высшее учебное заведение. Ну, культорганизатором куда-то туда, чтобы работать с молодежью как-то. Ну, мне интересно просто так. А вот Алексей Воробьев был удивлен, когда узнал, что будет проходить службу на новой земле. Думал, отправят морской флот. Впрочем, боевой настрой молодого человека остался. Если бы ничего не проходило, я не знаю, дальше бы куда-нибудь устроился, в другое, чем из заведения, дальше бы учился. Поездка пришла, надо идти в армию, значит, надо идти в армию. Перед отправкой призывники проходят медицинский осмотр. Процедура хоть и формальная, но обязательная. Если у новобранца есть ушиб или синяк, то его могут отстранить от службы еще на год. Сегодня все без замечаний. Причем у всех ребят категория годности А. После инструктаж о том, как вести себя в распределительном пункте и что можно взять с собой. Сказать слова на путствие в военкомат пришли представители власти и епископ Наринмарской и Мизенской епархии. И дай Бог, чтобы для каждого из вас этот день, наша сегодня встреча, послужила еще одним очень важным этапом в своем подвиге жизни, как христиан, как северян, как защитников нашей великой Родины. Вы ходите мальчишками, возвращаясь с мужчинами, и это здорово, это правильно. Год пробежит очень быстро. Но в армии, кроме того, что вы в КВИ, может быть, в такой длительный срок будете далеко от своих семей, есть еще много хорошего. Вы приобретете новые знания, новые навыки, которые, может быть, на гражданке никогда не смогли бы приобрести. Вы посмотрите по-другому на мир, а самое главное – оцените сами себя. Ну а военный комиссар Игорь Ибраев пожелал новобранцам грамотных офицеров, хорошего военного коллектива и, конечно, честной и интересной службы. Я вам желаю, чтобы у вас был хороший военный коллектив по главе хороших, грамотных офицеров и сержантов. Ну и второе, а чего зависит ваша служба? Это от вас каждого персонального. Первое – твоя внутренняя позиция, твой настрой на военную службу. То есть ты должен настроиться, отслужить честно, отдать свой долг Родине. И тогда все будет нормально. Тем временем на улице будущих защитников ждут родные, близкие, друзья. Ведь остается совсем мало времени, чтобы сказать им теплые слова и, конечно, сфотографироваться. Конечно же, гордость, во-первых. Ну, переживаю. Но это в меру. Вроде уже наплакались. Будем ждать. Переживание, конечно. Куда попадет. И гордость. Ну а как, конечно, защищать родину уже идет. Недолго, скоро вернется, но все равно. Каким ждете его после армии? Каким ждет? Возмужавшим. Может, профессию какую получит еще в армии. Это последние минуты ребят с родными перед отъездом в распределительный пункт Архангельска. А впереди военная рота, присяга и знакомство с частью. На новой земле новобранцы будут служить в разных войсках. Таких, как военно-воздушные силы, противовоздушная оборона или морской флот. Людмила Сидейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север.